Привет! Что у нас есть, в общем-то, в этих часах? Есть автоматическое включение подсветки при повороте руки, но это при недостаточной освещенности работает. Есть, в принципе, принудительная подсветка. Подсветка довольно красивая. Есть, в общем-то, компас, который показывает у нас на север, ну и, в общем-то, и не только на север. Есть у нас здесь, соответственно, барометр, который показывает дюймы ртутного столба. В общем-то, 29,92 дюйма ртутного столба соответствует 760 мм ртутного столба нашим. Ну, в общем-то, при желании это можно переводить, но самое главное, в общем-то, понимать о том, что если давление падает, то нас ждет, как правило, но если летом, то это будет дождик. Соответственно, если зимой, то это будет снегопад, ну и все в таком духе. В общем-то, и по подъему давления аналогично. Из дождливой погоды, значит, будет солнечное и так далее. В общем-то, то есть, мы можем понимать по падению давления, что у нас происходит с погодой. Также у нас есть график, который выводит давление на экран, и мы можем, в общем-то, в нем ориентироваться. Также у нас показывает температуру окружающего воздуха, но сейчас мои, так скажем, руки немножко температуру здесь корректируют в свою сторону. В общем-то, чтобы часы показали корректную температуру, нужно будет положить их и оставить примерно на минут 20, соответственно, чтобы они приняли температуру окружающей среды и показали вам правильную актуальную температуру. Также у нас есть здесь режим альтиметра, то есть высотомера, который показывает вам высоту над уровнем моря. В этом случае я действительно знаю, что нахожусь примерно на такой высоте над уровнем моря, и часы показывают высоту достаточно корректно. Высота может быть показана не совсем точно. В случае, если у вас происходят значительные колебания в давлении, в общем-то, часы можно в таком случае откалибровать, но в общем и целом, я бы сказал, что часы показывают давление очень даже неплохо. И во всех этих режимах, соответственно, выводится дополнительное время. Буквка LT означает о том, что включена автоматическая подсветка, это при повороте часов в темное время суток. H – это значит высокий заряд солнечной батареи, которая питает аккумулятор. Соответственно, в случае питания аккумулятора, заряженного аккумулятора, то часы могут проработать 9 месяцев без подзарядки и при включении функции сохранения энергии аж 24 месяца без подзарядки. В данном случае функция сохранения энергии включена. PS, как вы можете видеть, вот эти вот две буковки, они и означают о том, что включена функция сохранения энергии. И, в общем-то, находясь длительное время без света, дисплей отключается, но время продолжает идти. И при попадании на часы света дисплей снова включается, либо при нажатии на любую клавишу. Этот режим зато позволяет работать до 24 месяцев, соответственно, часам, что очень и очень хорошо. А солнечная батарея намного полезнее, так скажем, обычной батарейки, потому что в режиме, когда часы используются туристам, где-нибудь в горах или альпинистам, то есть для чего, в принципе, они прежде всего и предназначены для каких-то активных таких видов спорта и путешествий. Соответственно, все эти датчики расходуют намного больше энергии, и вам очень важно, чтобы часы вас не подвели и были всегда, в общем-то, в строю. Именно поэтому здесь используется и влагозащита, и противоударная схема, то есть они защищены от ударов, но я не могу сказать, насколько по сравнению с G-Shock'ами, но, в общем-то, противоударная функция здесь, судя по техническим характеристикам, также присутствует. Ну и, собственно, здесь, соответственно, у нас используется солнечная батарея. Стекло используется минеральное, но оно, более того, еще утоплено немножко в корпус, как вы можете видеть, и, соответственно, довольно тоже надежно защищено от каких-либо повреждений. В общем-то, мы можем также переключаться вверху. Здесь у нас день недели и дата. Соответственно, может быть дата в виде месяца и, соответственно, тоже дня, ну не недели, а число, да. Соответственно, у нас может быть показание здесь у нас парометра выводится на верхнем экране. В общем-то, а в нижней кнопкой Mode мы можем переключить режим. В данном случае у нас показывает режим восход солнца и закат. Это, соответственно, у нас по меридиану выставляется и показывает актуальный восход и закат солнца. Значит, дальше мы можем использовать эти записи. То есть, это максимальная высота, на которую эти часы поднимались. В общем-то, он запоминает некоторые параметры при желании. Дальше у нас есть функция секундомера. Соответственно, вы можете использовать секундомер, сбрасывать его. Он, в общем-то, тоже корректный. Дальше, соответственно, таймер. Дальше у нас есть аж целых пять будильников, соответственно, которые мы можем выставлять и пользоваться ими при необходимости. Дальше у нас, в общем-то, есть второй часовой пояс. В данном случае это часовой пояс Рима. Вы можете видеть на основном циферблате вот 15.52. Это, в данном случае, время в Риме на данный момент обзора. Ну и, соответственно, 17.52 – это время по Москве. Дальше у нас просто режим времени, и находясь в любом абсолютно режиме, вы можете нажать подольше, удерживать кнопку Mode и попасть в режим времени из любого режима, что безусловно также является некоторым плюсом. Часы изготовлены в данном случае в Таиланде, я думаю это видно, модель называется PRG270, в общем-то пластиковый такой, пластико прорезиненный какой-то у них браслет используется. Он в общем-то всем хорош и абсолютно меня полностью устраивает, за исключением одной небольшой такой детали. Вот в этом месте, в месте соединения браслета и часов, иногда он все-таки выщипывает волосы с руки. Скажу, что это происходит не каждый день при их ношении, но периодически все-таки такое бывает, и это, так скажем, единственный, пожалуй, минус в плане эргономичности и удобства использования часов. По их весу это всего лишь 67 грамм, то что у меня получилось намерить. Если мы возьмем, например, серию Edifice, то здесь уже у меня в данном случае получалось 97 грамм, что существенно больше. И в общем-то на руке эти часы действительно ощущаются очень и очень легкими. Привыкши носить более тяжелые часы, безусловно удивляешься, насколько удобно носить столь легкие часы. Это безусловный плюс. По функционалу они очень серьезные, очень мощные и, безусловно, это меня, например, очень и очень радует. Большое спасибо моему брату за то, что ты доставил мне такие часы на обзор. Безусловно, нет ссылок, где их приобретать, потому что, в общем-то, уже запамятовалось, где они были куплены. Но это было приобретение в интернет-магазине. В общем-то, вы можете поискать в интернете и найти наиболее, так скажем, выгодное предложение. Из часов серии ProTrack эти часы одни из самых выгодных. В общем-то, по наличию множества функций, практически всех функций, которые только бывают. Тут нет функции, например, синхронизации по радио. В общем-то, не сильно, так скажем, синхронизация времени по радио, ну, не сильно, так скажем, нужно и не везде это работает. Бывают еще ProTrack'и с водонепроницаемостью до 200 метров, но это не до 200 метров. Это просто значит, что они более серьезно влагозащищены, но и с этими можно купаться без каких-либо проблем. Вот. И, в общем-то, наверное, и все. Даже не могу сказать, чего здесь еще такого нет, что может быть, в общем-то, в других ProTrack'ах. По функционалу очень-очень мощная модель. Надеюсь, вам был интересен этот обзор. Кстати говоря, хотелось бы сказать, что ProTrack'и появились в 1994 году. Была применена технология тройного датчика, компас-барометр, термометр, альтиметр. Это уже третье поколение датчиков, которые работают намного быстрее, намного точнее. И, безусловно, серия ProTrack – это такая вот серия, скажем так, с наличием очень интересных и полезных функций. Довольно функциональная модель. Спасибо всем подписчикам за просмотр. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok